Действительно, совершенно всем иностранцам, включая украинцев, включая пленных украинцев и похищенных украинцев, которые были осуждены сейчас по статьям, связанных со стремизмом, терроризмом, ну, АЗОВ, да, всем иностранцам предлагают подписать такую бумагу о том, что желают отбывать наказание на родине. Представляете себе? Честно говоря, с трудом, выглядит как какое-то невиданное милосердие. То есть, судя по всему, после захвата заложников, терактов, в СИН просто обязали навести порядок с иностранцами. Они наводят, как умеют. Ну, то есть, никак. Естественно, никто не отправит в Польшу отсиживать человека, который был осужден в России за шпионаж. И, то есть, это прямо запрещает российские законы. Но, если честно, я прямо даже боюсь это говорить, потому что, ну, а вдруг под шумок? А вдруг под шумок отпустят кого-то? Этого поляка или украинцев, азовцев? Потому что, ну, вообще-то в СИН способен на такое. У них ума хватит. Поэтому, судя по всему, судя по всему, это идет такой процесс обязаловки. А кого на самом деле будут депортировать? Ну, я вообще сомневаюсь в этой депортации, потому что люди добиваются годами и десятилетиями, чтобы их депортировали на родину. Ничего не происходит. Нет объективной возможности. Этот процесс дорогой. Нужно человека перевести, все оформить по суду, обратиться в суд, долго там ждать. Потом переводить человека при положительном решении в Центр для временно перемещенных иностранных граждан в ЦИКСы. Связываться с посольством, связываться с местным СИН, чтобы он там сидел, чтобы его не отпустили. Проверять эта статья, подходят или не подходят для депортации. Ну и так далее. То есть, я полагаю, что со всех собрали заявление. Этим все и закончится. Может ли этот процесс касаться, например, граждан Центральной Азии, которые оказались в российских колониях? Процесс с этими странами кажется более простым, в том числе из-за более спокойных отношений с, не знаю, Узбекистаном, Таджикистаном, чем с Украиной или той же самой Польшей? Вы знаете, да. Я думаю, что речь идет не о гражданах Америки, которые тоже написали заявление сейчас в Мордовии, например. Их осудили не за шпионаж, не за что. А вот те, кто написали, я знаю, там один за изнасилование, двое за наркотики. Конечно, их не отправят досиживать в Америку. Речь идет, скорее всего, о гражданах Центральной Азии. Но дело в том, что я думаю, что ВСИН, тем не менее, тоже не пойдет на их депортацию. Хотя, может быть. Дело в том, что граждане Центрально-Азиатских стран вполне себе охотно вербуются на войну с Украиной. И в качестве живого мяса они очень подходящие. Для российского Министерства обороны им совершенно все равно, какой у них паспорт. Их забирали и пригожинские, забирают и Министерство обороны. Поэтому я думаю, что в итоге никто никуда не поедет. Но заявление все написали. Насколько эти заявления как раз могут быть такой переписью, которая бы послужила составлению списков граждан, которые могли бы быть потенциально заинтересованы отправкой на фронт на войну против Украины, и подписав контракт с Минобороны? Ну, вы знаете, я думаю, да. Это может быть и такого рода переписью. Потому что, например, американец, воюющий против Украины в окопе, например, мог бы стать... Прямо не хочется им подсказывать, да, естественно. Но мог бы стать таким пропагандистским символом. Сидеть обычному человеку в русской тюрьме вообще-то не очень полезно. Да, и может быть и для этих целей люди быть использованы, и для любых других. Я вообще сомневаюсь, что будет какая-то массовая депортация. Тем более, смотрите, мы каждый день занимаемся тем, что отправляем на родину украинцев херсотских заключенных, которые были выкрадены при деоккупации Херсотской области в 1922 году. Их выпускают каждый день по одному, по два, по три и несколько организаций, прямо с десяток, да, благотворительных. И украинских, и российских, и грузинских. Раньше мы их переправляли в Украину через Колотиловку, а теперь это идет через Верхний Ларс и через Беларусь. В Колотиловке, в Белгородской области, там идут бои. И, смотрите, вот мы сопровождаем граждан, которые не имели никаких оснований находиться на территории России, которые не были осуждены на территории России, у которых есть справка об освобождении. И они просто возвращаются на родину, в Украину. Это неимоверный труд, это сделать очень и очень трудно. Этим не занимаются ни ФСИН, ни ФСБ, хотя они их похитили. Этим занимаются волонтеры. И представить себе, что этим будет заниматься ФСИН практически добровольно, я не могу. Издания «Важные истории», которые рассказали как раз об этом процессе, предполагают, что эта перепись может быть связана с принятием неких решений и действий после захвата заложников в Ростове и Волгоградской области. Произошли ли, по вашим сведениям, какие-то изменения в российской тюремной системе после этих двух случаев? Научила ли это чему-то в СИНовцев? Можете ли вы рассказать нам что-то подробнее? Вы знаете, я вижу, что идет кампания. Идет кампания, которая посвящена мусульманам, сидящим в российских тюрьмах. Это не первая кампания. Тюремные джематы в России существовали, по крайней мере, с 2009-2010 годов. Потом они лет через 10 после их существования были разгромлены. Но не до конца. Ну и как обычно, как громят тюремные джематы. Путем отбирания обычных мусульман коранов и ковриков, да, и запрета на молитву. Так, собственно, и занимались этим. Или, например, посещение религиозными организациями и деятелями. Вот в колонии, где вспыхнул бунт Суровики на 19-й, мол, ла был последний раз в 17-м году. Ну, в общем, тоже. Надо сказать, что как раз духовное направление мусульман, в отличие от, например, РТРПЦ, или в отличие от разнообразных иудейских организаций, еврейских организаций, вообще не занимается. Вообще очень плохо занимается мусульманами. Вообще наплевать им. И это довольно серьезная проблема. И сейчас я вижу, вот в этом месяце, я вижу уже несколько рапортов из разнообразных краев и областей гусидовских об открытии в колониях молильных комнат. Потихонечку это пошло, то есть возвращается. Пришло понимание, что если ты отберешь мусульманина Коран и запретишь ему молиться, отберешь у него коврик, то ты так совершенно не поможешь искоренению экстремизма, да, вообще никак, ни разу. И я думаю, что вот нынешняя кампания с подписанием бумаг о том, что хочу отбывать наказание на родине, ну, это, в общем, из той же серии. Сказали исправить ситуацию, мы исправляем ситуацию. Мы все это подписываем, мы устраиваем молильные комнаты, отстаньте. Субтитры сделал DimaTorzok